В посёлке Житай появился первый ресурсосберегающий детский сад на 100 мест. Открытие нового здания состоялось в День Матери. В торжественном мероприятии приняли участие председатель правительства республики Галина Данчикова, министр образования Феодосия Габышева и общественность посёлка. Саргалана Захарова продолжит. Уже совсем скоро детский сад «Василёк» откроет свои двери перед первыми воспитанниками. В нём будут работать четыре группы – младшая, средняя, старшая и подготовительная. Дошкольное учреждение оснащено современным медицинским кабинетом, просторными музыкальными и спортивными залами. На данный момент у нас музыкальный и спортивный зал. В дальнейшем планируем кабинет психологии, логопеда сделать. На данный момент пока при открытии у нас четыре группы. Группы у нас уже укомплиентованы и мы планируем через неделю детский сад, чтобы детский сад принимал детей. Особенность детского сада – ресурсосберегающая техника. На крыше здания установлены 10 панелей из солнечных батарей с максимальной мощностью на каждой 150 ватт. Они питают практически всё оборудование учреждения. Также в случае отключения электричества солнечная энергия не даст прерваться подачи тепла в детский сад. Энергия электрическая накапливается и в течение дня потом уже передается электрическая энергия на работу всей автоматики, циркуляционных насосов для теплых полов и для циркуляции горячего водоснабжения. Это пятый детский сад из 27 запланированных навод в эксплуатацию в этом году в республике. Отметим, что согласно указу президента страны до 2016 года очереди в детские сады должны быть полностью ликвидированы. Делаем в 16 дошкольных образовательных организациях реконструкции, капитальные ремонты. Расширяем сеть негосударственных детских садов. Варитим на различные форумы, создаем и семейные, и филиалы детских садов. В этом году мы должны ликвидировать очереди. Детский сад «Василёк» – ещё один шаг полной ликвидации очередей. Более того, он первый в республике ресурсосберегающий детский сад. Галина Данчикова отметила, если этот опыт окажется удачным, то его можно будет применять в будущем. Корректируем технические задания, когда готовим проектно-сметную документацию, внедряя элементы более удобных детских садов с точки зрения внутреннего наполнения этого детского сада. Конечно, внедрение новых технологий – это тема для нас очень актуальная и очень важная.